Пассажир автобуса, который следовал из России в Киргизию, вторые сутки стоял на месте. 52 человека не могли выехать из Астаны, где оказались проездом. Все из-за проблем с документами, для того, чтобы помочь, на место прибыл киргизский консул. Дело в том, что казахстанские пограничники просто ошиблись. Когда пассажиры проходили контроль, им поставили печать с датой 4 июля. И все это вместо 4 августа. Поэтому после на посту в Астане выяснилось, что документы просрочены на месяц. И в итоге люди два дня вынуждены были жить фактически на улице. Ели в автобусе, спали в нем же. А он стоит недалеко от здания миграционной полиции. Все рядом. При этом пассажиры боялись, что даже если они смогли бы выехать из Астаны, похожая проблема могла возникнуть и в других городах. И все же спасение пришло. Давайте выясним, как Светлана Антонова, пассажир автобуса, двое суток который стоял в Астане, она на прямой связи с Лайфом. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Каким образом удалось решить проблему? Или кто-то помогал, или пограничники сжалились? Ну, проблему мы решили, конечно, с помощью консула Кыргызстана, который откликнулся на наши просьбы. Также помогли нам журналисты. Приехали журналисты с телевидения. И, в общем, все продвинулось в лучшую сторону. Сейчас вот мы в пути. Слава Богу. Мы думаем, что мы выберемся благополучно из Казахстана, пересечем эту границу и окажемся в Кыргызе. Как же вы эти два дня-то прожили? С какими сложностями столкнулись? Ну, сложности были в том, что приходилось размещаться в автобусе. То есть нам не предоставили ни гостиниц, ничего. К сожалению, уже продукты, которые были, они закончились. Также вода. Ну, все бы ничего. Просто в автобусе с нами находятся очень маленькие дети. Шесть месяцев. Начиная от шести месяцев и старше, за десяти лет. Дети начали болеть, поднялась температура. Ну, вот, как-то так. Ну, неужели пограничники не могли войти в положение и хоть какое-то место предоставить для родителей с детьми? Хоть какие-то удобства для вас? Предоставить питание? Все-таки задержаны вы не по вашей вине, а по вине пограничников. Можно же было хотя бы созвониться с противоположной стороны границы и выяснить эту ситуацию. Почему только консул смог решить это все? Ну, мы думаем так, что чья вина была? Человека, который виноват был во всем мире. В этом просто они прикрывались, как бы, чтобы не потерять должность и место. Но вот буквально сегодня начальник управления таможенной службы, пограничной службы, лично к нам приехал с личными извинениями. Он узнал только сегодня об этой ситуации в 15 часов. Ну что ж, действительно, теперь уж вам точно добрые дороги и, скажем так, ни гвоздя, ни жезла, как говорят водители, для того, чтобы вас никто еще и не останавливал. Счастливо вам. Спасибо. На прямой связи с Лайфом была пассажирка автобуса Светлана Антонова. Она двое суток не могла выехать из Казахстана.